Второе соборное послание святого апостола Петра Субтитры создавал DimaTorzok Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем, истребятся Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши Сромники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами Глаза у них исполнено любострастие и непрестанного греха Они прельщают неутвержденные души Сердце их приучено к любостяжанию Это сыны проклятия Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею Им приготовлен мрак вечной тьмы Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении Обещают им свободу, будучи сами рабы тления Ибо кто кем побежден, тот тому и раб Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа Опять запутываются в них и побеждаются ими То последнее бывает для таковых хуже первого Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди Но с ними случается по верной пословице Пес возвращается на свою блевотину И вымытая свинья идет валяться в грязи Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Марка, Святое Благовествование Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом Стоящую, где не должно, читающей да разумеет Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою Горе беременным и питающим сосцами в те дни Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения Которое сотворил Бог даже до ныне и не будет Если бы Господь не сократил тех дней То не спаслась бы никакая плоть Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни Тогда, если кто скажет вам «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте Ибо восстанут лжехристы и лжепророки И дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных Вы же берегитесь Вот я наперед сказал вам все И когда же узрите мерзость запустения Реченную Даниилом пророком стоящую Иде же не подобает Шты да разумеет Тогда сущие воиудеи добежат на горы И их же на крови да не слазит в дом Не давнидит взять и часо от дому своего И их же на селе сый Да не возвратится вспять взять и ризу свою Горе же не праздным и даящим ты и дни Молитесь же, да не будет бежества ваше зиме Будут боднить и скорбь Якова небысь такова от начала создания Ежа созда Бог да ныне и не будет И аще не бы Господь прекратил дни Не бы уба спаслась всяка плоть Но избранных ради их же избра прекратит дни Тогда аще кто речет вам Сезде Христос или Се Онде Не имите веры Восстанут Бог же Христи и лжепророцы И дадят знамени и чуеса Ежа прездите аще возможно и избранные Вы же бледитеся Се прежде орех вам вся Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник Толкование на Евангелие от Марка Стихи 14-17 Когда же увидите мерзость запустения Реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно Читающий да разумеет Тогда находящиеся в иудеи добегут в горы А кто на кровле, тот не сходи в дом И не входи взять что-нибудь из дома своего И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою Горе беременным и питающим сосцами в те дни Под мерзостью запустения разумеется статуя того, кто подверг город Иерусалим запустению Ибо мерзостью называется всякий идол Мерзостью запустения назван он потому, что его поставили внутри недоступного святилища храма Когда Иерусалим был взят и через это подвергся запустению Впрочем, еще Пилат внес ночью в храм изображение Кесаря И через то был виной великого мятежа в городе С этого времени начались и войны, и запустение Иерусалима Тогда находящиеся в иудеи добегут в горы Хорошо сказал, находящиеся в иудеи все вообще, а не апостолы Ибо апостолов не было тогда в иудеи Но, как сказано, они еще прежде войны были изгнаны из Иерусалима Или лучше сами ушли из него, будучи движимы духом святым Итак, добегут оставшиеся в иудеи А кто будет на кровле, пусть ни за чем не возвращается в дом свой Рад должен быть и тому, если спасется хотя ногой Но горе будет тогда женам, имеющим детей, и беременным Почему? Потому что первые, имея детей и будучи удерживаемы любовью, к ним не могут убежать Да и во чреве имеющим неудобно будет бежать по причине бремени чревоношения Но я думаю, что здесь указуется и на деттое едини Ибо осажденные иудеи во время голода поднимали руки даже на детей своих Стихи 18-20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою Ибо в те дни будет такая скорбь Какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни И если бы бегство случилось зимой, то трудность времени препятствовала бы желающим бежать И вообще, скорбь будет тягчайшей из всех когда-либо бывших и имеющих быть И если бы Господь не сократил тех дней, то есть если бы скоро не окончил войну римлян То не спаслась бы никакая плоть, не осталось бы ни одного иудея Но ради избранных, то есть уверовавших из евреев и имеющих уверовать впоследствии Война кончилась скоро, ибо Бог, предвидя, что по пленении многие из евреев уверуют Ради сего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу Но можно разуметь это и в нравственном отношении Так мерзость запустения есть всякое помышление сатанинское, стоящее на святом месте, в разуме нашем Всем-то случае, находящиеся в иудее добегут в горы, то есть исповедуясь Пусть восходят на горы добродетелей Иудея значит исповедание, проповедь А кто стоит уже на высоте, пусть не сходит с нее Ибо когда какой-либо страстный помысел станет в нас Тогда надлежит посредством исповеди спешить на высоту добродетели И не сходить сей высоты И делающий доброе, пусть не возвращается взять прежнюю совесть Ветхую одежду, которой он совлекся Горе же бегущему зимой, ибо должно нам бежать от греха с теплотой То есть с покаянием, а не с холодностью, неподвижно Что и означает бегство зимой Стихи 21-26 Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте Ибо восстанут лжехристы и лжепророки И дадут знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных Вы же берегитесь Вот я наперед сказал вам все Но в те дни, после скорби той Солнце померкнет И луна не даст цвета своего И звезды спадут с неба И силы небесные поколеблются Тогда увидят сына человеческого грядущего на облаках Силою многою и славою Господь кончил речь о Иерусалиме Далее начинает говорить о пришествии Антихриста Слово «тогда» Надо бы наразуметь не так, что когда начнет сбываться вышесказанное о Иерусалиме Тогда не верьте, если кто скажет вам, вот здесь Христос Но знай, что это есть особенное свойство Писания Так евангелист Матфей, сказав о Рождестве Христовом, говорит В те дни приходит Иоанн В какие дни? В те ли, которые непосредственно следовали по Рождестве Христовым? Нет, но неопределенно Так и здесь Христос говорит Тогда не прельститесь То есть не в то время, как опустошен будет Иерусалим Но во время пришествия Антихриста Не прельститесь, говорит Ибо многие станут называться именем Христа Дабы соблазнить и избранных Во пришествии же Антихриста Вся тварь изменится Звезды померкнут от преизбытка света Христова И ангельские силы поколеблются То есть ужаснутся, смотря на такой переворот в мире И видя сарабов своих судимыми И тогда-то узрят Господа, как Сына Человеческого То есть во плоти Ибо видимое в Нем есть тело Его Но хотя Он придет и в теле, и как Сын Человеческий Однако силой многою и славою Похвально мужество добродетели и во время мира Но еще похвальнее доблестью Во время наступившей брани Добродетель являет себя не только в том, что делает Но и в бедствиях, противоборствующих ей Бестрастен, кто одержал победу, перенося страдания во многих бранях А говорящий, что приобрел добродетель без брани Еще страстен Сердце, у которого нет брани Лишается возможности оказать добродетеля Потому что добродетель получил название свое От доблестных подвигов Делом, являемых на брани Будем решительно отрывать услаждение помыслами Обращая на них весь гнев, чтобы иначе, с услаждением Принимая помыслы, не сделаться нам сочувственными и к предметам их У человека небезмолвного душа борется с впечатлениями чувств А любитель безмолвия, охраняющий чувства, борется с помыслами От благодати, приявшие силу на подвижнические труды Доблюдутся от мысли, что имеют ее сами от себя естественно Виновник всего доброго в нас Есть давший слово о заповедях Как и виновник всего худого Лукавый подлагатель прелестей Поэтому, какое не сделаешь добро Принеси благодарение виновнику добра Худое же, докучающее тебе позывами Относи к родоначальнику всего худого Конец же всякого труда Затруднения, скорби Приноси благодарение Богу-благодателю Чтобы таким искренне принесенным благодарением Посоромлена была злоба врага Кто к делу присовокупил благодарность Тот будет иметь неокродомым сокровище сердца Соорудив против греха двойную стену с бойницами Достоин похвалы тот муж Который с деятельной жизнью сочетал умственную Чтобы Нива душевная, орошаясь из обоих источников Обильнее произращала добродетели Ибо умозрение окрыляет умную сущность К созерцанию вещей совершеннейших А деятельность умерщляет уды и яжи на земле Блуд — нечистоту, страсть — похоть злую Посему, припоясавшись со всеоружием деятельности и умозрения Удобно уже наступает на демонское лукавство Демоны воюют с душою помыслами А им, чувствительнее для них, противоборствует терпение И они, видя этого мощного предводителя битвы С робостью вступают уже в борьбу Если хочешь успешно вести брань с полчищем демонов То врата души своей — чувства Заграждай уединенным безмолвием И ухо свое прилагай к словесам отеческим Чтобы, научившись таким образом, лучше распознавать тернии помыслов Пожигать их гневом и отвержением Когда внимаешь советам отцов, будь не судьей их дел Но уразумевателем и изучателем изречения их У врагов в обычае внимание вопрошающего Отводить на деятельность советующего Чтобы, настроив тебя, быть строго разборчивым его судьей Лишить полезного от него совета Когда предлагается тебе совет, не твергай его Хотя бы ты был и сам сведущим Кто не допускает до слуха отеческую заповедь Тот прислушает и заповедь закона Не в удовольствии только свое беседуй о преуспеяниях отцов Но требуй от тебя быть и самым трудолюбивым делателем он их Трудолюбно старающийся познать, какой помысел Какому подвигу противоборствует Будет искусным в борьбе с прелестью вражей Ведай, что вместо того подвига, которого в целой совокупности духовных Своих трудов не достает, вкрался похитивший его Обычно противящийся ему помысел Помни, с благоразумием в подвижнических трудах хранить и сердце Чтобы забвение, попечение о вещах лучших, похитив его Не придало в плен помыслам Забвение о всем пленении Сговаривается со злобою, врагом Чтобы как скоро оно крадет ум, она злоба, враг Проворней входила в него и расхищала его как угодно Когда один любит выслушивать, как другой кого-либо поносит Тогда оба они служат орудиями двум духом Взаимно друг другу содействующим Ибо злослушание разжигает злоречие И злоречие вызывает злослушание И обе они на пагубу сердцу любят друг друга Заграждай слух свой от пересудов, чтобы не грешить двояко И тем, что себя приучишь к пагубной страсти И тем, что других не удерживаешь от языка боли Любящий насмехаться, разбойнически окрадает душу лучших его людей Клеветами прокапывая слабый слух Убегающий от языка, который злословит ближнего И свое собственное прогонит злословие С приятностью слушающий злословищего Ушами всасывает яд зверя из бездны Ухо твое, да не вкушает всего горького яда Чтобы и тебе не поднести другому такого же снадобья Не обморочивай слуха своего пересудами Чтобы, продав себя этой страсти, не стать тебе рабом многих страстей Потому что одна страсть, нашедшая для себя место в тебе В то же гнездо или стойло, введет и другие страсти Делается же рабом многих страстей владычественный ум тогда Когда, сопрягшись с какой-либо страстью Совсем отбрасывает подвижнические труды Что достойно в тебе зависти То скрывай наипаче от завидующего Когда друг твой, считая унижением для себя добрую славу о делах твоих Уязвится завистью и даже вздумает некоторым укором омрачить ее Смотри, не уязвись и сам Попустив влиться в душу твою горькому яду огорчения О том и забота у сатаны, чтобы его завистью разжигать А тебя огорчением съедать Но смиримся лучше, и большую таковых честью почим Стараясь и трапезой укротить Озверившись от ревности дух их Одного терпеливого пустынножителя старца Некто усиливался вывести из пустыни По причине глубокой его старости Но старец сказал ему Перестань вынуждать меня к этому Потому что для меня, злодея, еще не кончился срок изгнания Когда я спросил его сказать мне слово в назидание Он ответил, трудолюбно взыщи прежде всего Вкоренение страха Божия в сердце И тогда внутри себя будешь всегда находить Потребное слово, учащее человека разуму Сей же старец, будучи вопрошен О стяжании страха, сказал так Кто заботливо блюдет память о смерти Тот руководится с ним И к страху суда Побуждаемый страхом Будь ежедневным собеседником Божественных Писаний Через собеседование с ними Выживешь ты и беседы Прирожения чуждых помыслов Кто по учениям в Божественных Писаниях Собирает сокровища духовного ведения в сердце Тот легко изгоняет из него помыслы При ночном чтении на бдениях Слушая Божественные Писания Не будем оглушать слуха сном Не предавать душу в плен помыслам Но жалом Писаний будем уязвлять сердца Чтобы, пришедши в сокрушение Восприять ревность и спасение И пресечь противную нерадивость Горящей любовью к Богу Памятованием о небесном Изгоняет из мысли Всякое человекоугодие Свидетельницу дел твоих Совесть твою Не отсылай к помыслу Презирающему падение И сладкричь его о нем говорящему Не угасишь телесных страстей Если к плоти своей Не приложишь врачества Подвижнических трудов Сокрушающих ее страсти Не угасишь и душевных страстей Если не исполнишь Прежде сердце твое Плодами любви Страсти телесные Ведут начало свое От естественных потребностей Плоти И против них Нужно воздержание А страсти душевные Порождаются От потребностей душевных И против них Потребна молитва Любовь Есть полнота Без страсти Изглаждение страстей Она приносит Долготерпение Охлаждает кипящий гнев Внушает смирение Смиряет гордыню Любовь собственно Ничего не имеет Кроме Бога Потому что Бог Есть Любовь Страхом Божиим Облекись Поверх страха Мук вечных Чтобы страхом Огня гиенского Возжечь в себе Неугасимую горячность К делу Бога Угождение И скорее Умудриться Против злокозненности Помыслов Ибо страх Начало Премудрости По опыту Изъясняющее Обольщение Помыслов Не всеми Познан будет А только теми Которые Сами опытны Потому что Путь к ведению Сего Один для всех Опыт Училище Опытного Ведения Есть жизнь Деятельная Которую Восприяв Трудолюбнейшее И себя Узнаем И помыслы Различать Научимся И Бога Уведаем Силою Для умерения Помыслов Твоих Да будут Дела Потому что Деятельная Премудрия Знательного И говорительного Равно Как и Многотруднее При деятельности Слова сверкают Как молния А когда Нет дел Слова Не сверкают Силою Дел Помыслы Избодая Душевное Око Ослепляют Нас Чтобы мы И наилучшими Заповедей Пользовались Наихудшим Образом Лютуют Демоны На тех Братьей Которые Отличаются Повиновением Своему Авве И скрижищут На них Зубами Потому что С повиновением Они сопрягли И беспопечительное Отречение От мира Тем Которые Покорны Своему Отцу Демоны Всяческие Изысковые Предлоги Готовят Огорчение На него И в случае Движения Присем Гнева Возбуждают На него Серчане А потом Мало Помало Возгнетают И ненависть К нему За то Что он Будто Несправедливо Наказывает Сколько печь делается чище, так и новоначальный монах, переплавив нравы своего обители, делается светлым посредством опытов терпения. Приказаниями братьей обучается он послушанию, а наказаниями наказующего, авы или старца, уготовляется иметь в корененном долготерпение. И если он с радостью будет принимать оскорбления и возлюбит смирение в уничижениях, тогда, став выше противоположных тому страстей, начнет далее просеивать добродетелями по мере боли и боли, даруемых ему благодатью сил. Ум тогда ощутит упокоение, когда отсекший причины страстей вступит в созерцание, а до отсечения страстей ощущает он и труд, и опасности, не твердой ногой исходя на борьбу с соперниками. Старцы очень одобряют отшельничество, когда оно бывает в свое время, то есть когда кто приступает к нему, усовершившись в добродетелях, в общежитии. И такой пусть сначала испытает себя, может ли с успехом жить в отшельничестве. И если найдет сие для себя невозможным по недостатку сил, пусть возвратится в общежитие, чтобы иначе, не имея сил противостоять ухищрениям помыслов, не лишиться рассудка. Как плачущей вдове утешителями служат сыновья, так падшей душе утешение — подвижнические труды, которые рассеивают помыслы отчаяния, углубляют верующее покаяние, провозглашают милосердие Христова и заглаждают содеянные грехи. Как молодой пес покушается унести хлеб у младенца, так лукавый помысел разумения у сердца. Поэтому никак младенцы будем смотреть на лукавство противных сил, чтобы не предать им душу на расхищение. Как сверкающий сон звезд светлым делает небо, так истина божественных словес, как бы светильник внося внутрь, осеевает человека. Посему будем все носить один и тот же образ истины, потому что Господь вселяет единомысленных в дом. Как солнце светозарными лучами улыбается всей земле, так любовь светозарными деяниями приветствует всякую душу. Если приобретем ее, то угасим страсти и просияем до небес. Всякий труд совершишь, как скоро улучшишь святую любовь. А когда нет ее, ни в чем нет успеха. Тогда и гнев свирепеет, и нравы грубеют, и к трудам по высокомудрию примешивается тщеславие. Прежде должно побороться со страстями и со многим трезвением придать памяти, что было во время брани, и потом поиспытанному на себе, сообщать и другим правила борьбы и делать для них победу удобнейшую, сказывая наперед способы, как вести брань. Иные и одолели в себе страсти, может быть, долговременным строгим житием, но не знают способа победы, потому что, как в ночном сражении, не следили они за ходом всего дела, и ум их не познал вражеских злоумышлений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок